Финальный аккорд культурного форума в Петербурге накануне торжественно открыли детский театр танца Бориса Эйфмана. Его возводили с 2016 года. Долгожданная церемония прошла в новом здании на Введенской улице. Это Петроградская сторона. Фасад исполнен в духе традиционных стилей. Во дворе же можно разглядеть современные архитектурные мотивы. Новый театр получил зал на 500 мест и оснащен по последнему слову техники. В учебном корпусе сентября осваивают общеобразовательные дисциплины воспитанники, расположенные рядом Академии танца Бориса Эйфмана. К реконструированной школе пристроен театральный комплекс. По сути, это уникальный балетный кампус для будущих звезд. Поздравить художественного руководителя приехали представители Министерства культуры, городского правительства и коллеги по цеху. А вот и первый публичный выход юных талантов Академии танца на новую сцену. Уявлять таланты, приобщать детей к высокой культуре, к высокому искусству. Без этого у нас, понимаете, очень сомнительно наше будущее. Вот я вспоминаю слова Сергея Владимировича Михалкова, да, «Сегодня дети, а завтра народ». Так вот мы за этот народ завтрашним, мы в ответе. Символично, но первым в этот вечер Бориса Эйфмана со сцены поздравил сын знаменитого поэта, известный кинорежиссер Никита Михалков. С хореографом их связывает давняя дружба. Я мало что понимаю в балете, но я надеюсь, что я понимаю и в людях. И сказать сегодня в лицо Бориса Эйфмана, что это гениальный человек, который заставляет смотреть то, что он делает, по нескольку разу. Галоконцерт начали фрагментом из балета «Пахита» выступить на торжественном вечере. Также пригласили юных артистов Пекинской академии танца и государственной балетной школы Берлина. Во втором отделении зрителям показали одноактный балет самого Бориса Эйфмана «Мусагет», созданный к столетию со дня рождения знаменитого хореографа Джорджа Баланчина.